Пункты обогрева и полевая кухня для тех, кто, несмотря на холод и огромные очереди, хочет приобщиться к прекрасному. Все рекорды может побить число посетителей выставки Валентина Серова в филиале Третьяковки. Ажиотаж невероятный, такой, что на днях напора не выдержала стеклянная дверь. Ну и сегодня, в предпоследний день работы экспозиции, люди стали собираться еще до открытия. На Крымском валу находится наш корреспондент Иван Прозоров, он выходит на прямую связь со студией. Иван, да, мы видим, что людей, несмотря на мороз, действительно много. Валерия, здравствуйте. Ну действительно, тяга к прекрасному безгранична, как вы сами можете видеть. Уже с самого утра у филиала Третьяковской галереи на Крымском валу сотни людей. Сказались и выходные, то, что это последние дни выставки. И небывал ажиотаж в интернете и СМИ. В итоге тех, кто с утра пораньше пришел, чтобы пройти без очереди, оказалось так много, что они, собственно, эту очередь и образовали. Мы специально прилетели на самолете вчера, чтобы попасть на эту выставку. Мы из архитектурной академии ИФУ и очень любим Серово. Ну, интересуемся искусством и, конечно, Серово. Да. Хотим посмотреть все редкие картины, которые еще не были нигде представлены. Мы уже третий раз сюда проходили. Тоже надеялись, что очередь как-то меньше станет. Но здесь уже звучит знакомая фраза. Если что, я за вами занимал. Те, кто не выдерживает испытания морозом, отправляются в мобильный пункт обогрева, который развернут МЧС. Перед зданием галереи дежурят спасатели. На холоде приходится действительно стоять долго. По опыту вчерашнего дня это и три, и четыре часа. На этот случай установлена большая теплая палатка, где можно согреться и выпить горячего чая. Также для ценителей пищи духовные развернуты две полевых кухни. В общем, организация как во время чрезвычайных ситуаций, но ситуация действительно неординарная. Такого культурного бума устроители выставки Валентина Серова не ожидали. У нас там военная каша. Гречневая каша с тушенкой по рецепту 41-го года. Вот так вот. Значит, всех детей, студентов, желающих посетить выставку, будем кормить. Мы утеплились, а на самом деле очень прикольно. Это вот комплект для лыжников, чтобы положить в ботинок, когда замерз. Он разогревается и держит два часа температуру. Так что я еще четыре часа продержусь. Вот. За это время очень надеюсь все-таки попасть внутрь. Но желающих попасть внутрь было так много два дня назад, что посетители выдавили дверь в Третьяковку. Из-за большого наплыва гостей пришлось даже закрыть онлайн-продажу билетов. Выставка картин Валентина Серова действительно уникальная. Впервые за четверть века в России удалось в одной экспозиции собрать настолько полное собрание полотен великого русского мастера. Их собирали из музеев и частных коллекций. Именно поэтому продлить выставку не представляется возможным, объяснили в Министерстве культуры, поскольку график экспозиции полотен расписан на месяц и вперед. Правда, все-таки гостям Третьяковки пошли навстречу, как сообщили накануне. Последние дни работы сегодня и завтра. Третьяковка будет открыта до последних посетителей, работать будет до глубокой ночи. Но также организаторы выставки обратились к тем ценителям искусства, которые не успеют попасть на нынешнюю выставку. Постоянная экспозиция Третьяковки насчитывает десятки картин Валентина Серова. Они выставлялись и до этой экспозиции, будут выставляться после. Так что самые знаменитые картины, в том числе и «Девочку с персиками», можно будет увидеть и потом. Валерия. Иван Прозоров. О ситуации в филиале Третьяковской галереи и ажиотаже вокруг выставки Валентина Серова.